Добрый вечер дорогие товарищи рады вас видеть и приветствовать на первом занятии университета рабочих корреспондентов фонда рабочая академия в новом 2021 году. С учетом известных событий пандемии прошлогодней хочется добавить, что все в добром драге. Сегодня первое занятие и традиционно открывает его доктор философских наук профессор Попов Николай Васильевич. Тема занятия логика организации логика подготовки забастовки. Пожалуйста. Напоминаю пока Михаил Васильевич готовится. Вопросы куда-то в письменном виде. Запись на выступление тоже в письменном виде. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, я думаю, что все здесь присутствующие хорошо понимают, что забастовка сама по себе, самоцелью не является и являться не может. Правильно? Такое, скажем, поставить такую цель, бастовать. Это лучше, конечно, чем такая цель, как сейчас реализовывает наше либеральное крыло нашего общества, которое поставило цель протестовать. Вот если я протестую против движения на север, куда я пойду? Существует бесконечно много других направлений, кроме одного – на север не пойду. Поэтому вот эти протестные действия у людей мало-мальски грамотные должны вызывать гомерический смерть. То есть это люди пустые, они даже не понимают, что это ни к чему не может привести к хорошему. Если они сейчас постановят в отношении того, что их там содержат очень в таких условиях, ну так если вы идете на несанкционированную акцию, на несанкционированную, значит, вы должны хорошо знать, сколько в этих самых учреждениях соответствующих мест. И больше, чем вот это количество мест, не надо выводить, потому что иначе вот это будет скученность. Кто виноват, что такая скученность? Вот такая картина. Ну, во всяком случае, забастовка, хотя у него совершенно другое действие, и у нее есть всегда содержание, так сказать, пустых забастовок обычно не бывает. Что-то просто так вдруг ни с того ни с чего рабочие остановили работу и пошли гулять. Или, скажем, называли или говорили много про забастовки в Белоруссии, там ни одной забастовки не было, с точки зрения того, что такое забастовка. Забастовка, вот если сорок девять процентов коллектива бросила работу, а пятьдесят один работают, это что происходит? Это называется вот эти сорок девять процентов не работают, не выполняют свои обязанности, они все подлежат увольнению. И ничем их не спасешь, потому что для того, чтобы уволить человека, но если он прогулял где-нибудь, то достаточно. Это еще, так сказать, так мягко поступали представители администрации, которые не повольняли так рабочих. А в принципе, то есть то, на что толкали граждане, на то, чтобы делать остановки производства, не имея большинства, это колоссальный риск, прежде всего для тех, кто... Причем наиболее активные, может быть, люди участвуют в этом деле. И раз, их, так сказать, поувольняли, все, как идите теперь, как хотите, и живите. Поэтому люди, которые участвуют в организации рабочего движения, они должны быть, кроме того, что они такие пламенные борцы, они должны быть еще и людьми мудрыми. А чем отличаются вот мудрый человек от умного? Виктор Георгиевич Долгов очень хорошо это рассказывал, что умный, он знает выход из любого положения, а мудрый просто туда не заходит. Вот для того, чтобы нам не заходить в то положение, из которого надо выходить. То есть мы должны четко понимать, какова логика подготовки к забастовке, потому что эта логика исходит из содержания забастовки, правильно? Значит, если вы будете, планируете применить такое мощное оружие, а можно сказать, даже единственное оружие, которое есть у работников. Единственное такое оружие, которое, кстати, вполне согласуется с буржуазным законом, и согласуется оно потому, что это отстояли рабочие и не дали запретить забастовки. Поэтому это не подарок от буржуазии, а это вот одно из таких завоеваний, которые рабочие не отдали по всему миру. По всему миру забастовки считаются легальным и законным средством отстаивания своих интересов. Но во всех кодексах трудовых, во всех странах существует определенный, установленный законом порядок, который, с одной стороны, кажется некоторым очень страшно тяжелым. Вот Шейн, который сейчас депутат Госдумы, а был он сопредседатель профсоюза защиты, он все время тосковался очень долго готовить, 31 день приходится, вот если процедуру все выполнять, и сказать, вот это как долго. Но вот за это время можно подготовить коллектив так, чтобы он на самом деле забастовал, а если вы быстро прогласите, да быстро выйдете, да это будет там 49 процентов уволят их, ну и так сказать, сами будете вы виноваты в том, что люди остались без куска хлеба. Поэтому вопрос не такой простой. Это во-первых. Во-вторых, потому что подготовки забастовки и организации забастовки трудное дело, то совершенно понятно, чтобы вставать из-за какого-то одного требования, дело не очень выигрышно. Если уж вы такую будете работу проводить, которая потребует нескольких месяцев, как минимум, нескольких месяцев. Это будет ясно сегодня, я буду говорить какие тут этапы. И если это несколько месяцев вы добивались, организовали забастовку, больше половины прекратили работу, значит, создали забастовочный комитет, все действует. А забастовка была за то, чтобы на один процент повысить зарплату. А в это время инфляция четыре процента съела и остались вот с носом. И это получилось ерунда. Просто зря потраченные силы и времени. Поэтому спрашивается сначала, нам надо решить, какие проблемы тянут на то, чтобы за них бастовать. Я думаю, что здесь присутствующие товарищи ответят на этот вопрос очень просто, что у нас есть, как известно, система коллективных договоров, и если уж бастовать, так за всестороннее улучшение положения рабочих. Правильно? Всестороннее. А где это всестороннее улучшение положения может быть отражено в каком документе, чтобы когда вы выиграете забастовку, то вот жизнь улучшилась по всем параметрам. Условия труда, и нормирование труда, и охрана, и техника безопасности, и вредность уменьшилась бы, и сократился рабочий день, и увеличились бы отпуска, и зарплата бы выросла. И выросла она не просто выросла, а выросла на какой-то процент сверх инфляции, чтобы вы не ограничивались тем, что вы догоняете цены, которые все время возрастают, и вы их догоняете только с помощью забастовки. На такую сложную машину завести, чтобы догнать цены, ну это, как говорится, это не дело вообще. То есть не стоит тратить на это силы и время, и получается, что мы, ну, видели, как вот белка в колесе бегает, она так и бегает, колесо крутится, она бегает, так и не стоит крутиться, как белка в колесе, надо решать это дело серьезно. Ну, то, что я буду рассказывать, оно вытекает, ну, из, прежде всего, из того, что записано в Трудовом кодексе, потому что, если мы хотим сделать забастовку, и чтобы никто не пострадал, а в чем она была, наиболее активный рабочий, который был организаторами, то желательно нормы закона не нарушать, потому что вы все делаете, все хорошо готовите, но раз вы уволили того человека, который мог бы быть председателем забастовки. Поэтому из Трудового кодекса раз, во-вторых, из достаточно богатого опыта, с которым я хорошо знаком, поскольку, ну, можно сказать, больше десятка лет участвовал в организации забастовочного движения в морском порту, вместе с товарищами Федотовым и Тимофеевым, который Федотов был, как известно, председатель сначала портового комитета докеров, морского порта Санкт-Петербурга, а Тимофеев – председателем Совета рабочих Ленинграда и активный участник, ко всему, движения забастовочного порту. Ну, а я у них был консультантом и портового комитета, и до сих пор являюсь консультантом акционерного общества, первый контейнерный терминал, и мы поддерживаем с ними контакт. Ну, и тут вот выступал Константин Васильевич, рассказывал, можно его еще как-нибудь пригласить, хотя у него, как у докера, который 17 лет проработал докер, у него 17 грыж спинных, поэтому, как вы понимаете, он не особенно так часто откликается на какие-нибудь посещения, и даже вот у нас с ним сегодня намечена была встреча накануне нашей вот этой беседы, но вот он не смог приехать, поэтому, ну, и в отрасторе дает о себе знать. В этом смысле у меня работа не такая, где перетрудишься. Чем мне больше работаю, тем больше знаю только и всего. Если кто-то будет рассказывать, что очень тяжелая работа у профессоров, не верьте. Итак, значит, отсюда вытекает такой вывод первый, что надо целью забастовки ставить принятие прогрессивного проекта, коллективного договора, который должен выступать как проект работников, потому что там, где уже давно люди за это дело борются, там у администрации тоже есть проект, не беспокойтесь. Если вы думаете, что вы принесли проект, а у них нет, а у них есть, только параметры отличаются. И вот, когда вы выйдете на переговорах, простые рабочие докеры, там с одной стороны будет сидеть, везде это будет исполнить, первый зам генерального директора, рядом директора по режиму, потом, значит, здесь главный экономист, главный юрист, которые всю жизнь только и разговаривали, у них вся работа в том, чтобы разговаривать, и вот, так сказать, простые рабочие, которым нужно убедить этих команд. Как вы думаете, можно их убедить на переговорах? Нет, конечно. Поэтому переговоры вести надо, но переговоры – это форма, форма решения задач по подготовке коллективного договора, с использованием этого средства. А как использовать переговоры? Да очень просто. По закону, то есть совершенно неважно, что вы будете говорить на переговорах, потому что ничего вы на переговорах не добьетесь. И когда некоторые думают, что вот надо использовать методики, значит, как разрешать споры и так далее. Ну, как вы собираетесь разрешить споры? У меня, значит, хотите миллиард из кармана, значит, выбрать, и вы будете мне чего-нибудь доказывать. Ну, это смешно даже, чтобы я согласился просто после ваших прекрасных выступлений отдать миллиард. Я вот Виктор Ивановичу бы не отдал даже миллиард. Но у нас его нет, поэтому нам сейчас проще. У нас нет таких проблем. Поэтому это идеалистическая такая картина. Тем более, вот мне приходится у себя в университете читать конфликтологам, им там рассказывают про то, что вот есть посредники, они, значит, как бы посредине стоят, они мирят стороны. Ну, как вы можете замирить? Или вам повысят зарплату, или не повысят? Ну, какой тут может быть мир? Никакого тут мира тут быть не может. Поэтому все эти разговоры про посредников, это разговоры для тех, кто не знает, как на самом деле на производстве обстоят дела. Никогда никакие посредники ни к чему не привели. Ну, вот поскольку обстоит так дело, что нужно сделать такой проект не в расчете на то, что вот вы этим придете, хозяину Бавину, своему генеральному директору, сказать, вот много тут работали, мы все считали, посчитали, и вам будет хорошо, и нам будет хорошо. И что? Вот даже если будут оформленные переговоры, никогда на этих переговорах так просто никто принимать не будет. Поэтому за этот самый проект коллективного договора, за то, чтобы он стал из проекта, стал коллективным договором, требуется длительная, длительная борьба, которая может потребовать, может быть, года, может, полтора года и так далее. Ну, в лучшем случае, несколько месяцев. Хотя у нас некоторые товарищи, горячие, так и в электронной почте пишут, я подготовил коллективный договор. Да никакой это не коллективный договор. Это проект. Проект я могу подготовить, как сесть у компьютера, взять докерский коллективный договор. Там, кстати, только на обложке написано докер, а внутри, поскольку это договор между работниками такого-то объекта и работодателем. Дальше идет о работниках и работодателях. И все. И то, что вам не нравится, вычеркиваете. То, что вам кажется слабым, усиливаете. То, что кажется кривым, выпрямляйте. И сиди, и прав все, тем более, что он прямо можно, его скачали и делаете, а потом распечатывали, вот у вас и проект. Ну, проект-то есть, но когда он должен стать, во-первых, проектом трудового коллектива, работников, и не части работников, и не актива работников, вот в чем эта сложность? Что вот здесь, кстати, много товарищей, которые входят в разные партии, которые ставят свои задачи поднять там рабочие движения. Ну, для того, чтобы принять коллективный договор, нужно большинство. Ну, вот это вот получить большинство, завоевать, это большая задача. Вот когда мы строим, опять-таки, логику, вот той самой сбастовки, которая должна привести к победе, надо понимать, что нам для этого нужно завоевать на свою сторону большинство. А как завоевывать большинство? По-разному. Если вы просто сейчас поставите на голосование ваш проект, вы большинство пойдете в цех, скажите, давайте проголосуем за вот наш проект. Во-первых, его никто не читал. Во-вторых, и не будет читать большинство. Поэтому, когда вы сделали проект, нужно сесть и написать не более одной страницы, выжимку из этого проекта, что вообще хорошее вы там сделали, вот вы сделали, вот напишите одну страницу, что там есть хорошего в этом проекте. Чтобы эту страницу можно было каждому дать. Вот ему дать, что он сказал, вот он всякую грубо смотрит, он так вот почитает, и понравится ему. И он полюбит, проект полюбит. И тогда у нас будет с ним разговор. И так далее. И вам, и вам, и вам. И это не проблема. На ксероксе, или на принтере, на щелкало этих. Но пришли в цех вы с коллективом разговаривать. Когда можно разговаривать с коллективом в цеху? Скажите, пожалуйста. Перерыв. В обеденный перерыв. Потому что в обеденный перерыв это чье время? Работник. Это работник. Это свободное время. Хочу, бутерброд с келькой ем. Хочу, обсуждаю коллективный договор, проект. Хочу и то, и другое. Никто не вправе в это дело вмешаться. И никаких тут не может быть нажимов. Ну, то есть, могут попытки быть, но эти все попытки легко отбить. И вот, вы выступаете, всем раздали. Можете, судя по тому, как реагирует, может и не надо в этот раз голосование устроить, сказать, ну, я к вам еще приду, вы подумайте. Иногда нужно, вы же понимаете, что иногда с лета просто не берется. Люди почитают, подумают, скажут, ну, вот вы так прямо пришли и хотите, чтобы мы сразу руки подняли. А куда вы нас доведете? Мало ли, куда вы нас доведете. Короче говоря, ну, в этом цеху, в котором вы побывали, вы проект должны свой оставить, хоть один экземпляр. Можно ее на цепь посадить, и пусть он где-то в каком-то станку прикручен, чтобы люди могли взять и посмотреть, читать. То есть, они одно дело, потому что, если вы ушли и оставили одни такие бумажки, то это вы только вот показывали, как жулики такие ходят, показывают, там много чего хорошего, а потом оставляют, забыли, что-то. Ну, а вы оставили, читать, то будет меньшинство, это ясно. но оно имеет право и возможность прочитать все, и право, и возможность. Потом, следующий цех, чтобы все цеха, надо же больше половины коллектива собрать в итоге, поэтому это длинная дорога. Если вы просто обойдете и все расскажете, может быть, по первому разу у вас будет одобрение просто его, ну, там значительной частью работников. Вот, скажем, мой опыт общения в цехах показывает, что когда я вот всегда предлагал после своих выступлений проголосовать за что-нибудь. Как только поставлю вопрос, что будет голосовать сразу, два-три человека сразу уходят в дверь, потому что Акапыч его не вышел. Некоторые специально в двери садятся, что вот окрас, и нет его. Поэтому, как-то как раз я был, где Виктор Аркадьевич в авангарде был секретарем парткома, я говорю, я сейчас пойду вот, буду рассказывать про выборы через трудовые коллективы и проголосую. А, говорит, они не проголосуют, посмотрим. Ну, там часть ушла, а остальное, часть проголосовала. А если ты их перенесешь, эту встречу из цеха в Дом культуры, все пропало дело. Потому что там он себя чувствует за станком, и самое интересное, когда на наждачной бумаге на обороте пишут записки, вопросы, докладчик, выступающим. Это очень так картинно получается. Значит, какой вывод получается по логике вещей, что надо иметь проект в количестве по числу подразделений, чтобы они могли везде листать, читать, смотреть. А вот выжимки, над ними надо поработать, чтобы вот, если это такая выжимка, что из ничего хорошего не следует, так все, ничего не получится. Но это каждый может прочитать, уже никто не скажет, что он не знаком. Вы знакомы, с количеством, познакомьтесь. А я хочу прочитать все. Вот иди вон там вот на цепи, читай, все. Так, а с чего начать? Ну, ясно, что надо начать с того, чтобы сидеть спокойно и тихо, не шуметь ни про какую коллективную договор, сделать проект и сделать выжимку. Это, ну, кто-то толковый человек должен. Он после этого может дать другому толковому человеку почитать, посоветоваться, еще, ну, прежде чем пойти в какие-то цеха, поговорить между собой, так, в своей организации и коллективному разуму доработать. Вот, доработали, все, начинаем хождение по цехам. Значит, если вы поизучаете трудовой кодекс, то там есть разные формы воздействия, взаимодействия коллектива и работодателя. Самая слабая, пустая форма, это коллективные переговоры, они в разделе в самом начале, там где, как это называется, социальное партнерство. То есть, есть человек, который вас эксплуатирует, а есть вы, которых эксплуатирует, вы партнеры. То есть, один ездит верхом, на другом говорит, мы партнеры с вами, и щелкает вас ногами по бокам, говорит, поезжайте быстрее, партнеры. Это социальное партнерство, это чисто, то хоть буржуазная штучка, причем в новом кодексе, в отличие от ГЗОТа, и всякие названия изменены. Раньше была администрация и коллектив трудовой, а теперь работники, они не коллектив, а вот как бы россыпью, чтобы вы и не собирались. Не надо это слово коллектив, слово коллектив изъято из всего трудового законодательства, нигде не найдете. Но остались коллективные переговоры и коллективные трудовые споры. А вам больше ничего и не надо. Самое главное осталось. Вот. И зачем нам нужны эти коллективные переговоры? Они же ничего не дадут. Как вы думаете, что вы на этих коллективных переговорах с администрацией получите? Сейчас я скажу, что мы получим. Во-первых, по закону для ведения коллективных переговоров надо выдвинуть переговорную группу. С одной стороны, с другой стороны. Эта переговорная группа может быть освобождена, должна быть освобождена от работы на срок до трех месяцев с оплатой по среднему. Вот вам маленькая забастовка. Пусть шесть человек побастуют. Причем бастуют за деньги. И бастуют, и деньги им платят. Но это вот, скажем, есть у нас знакомый, товарищ, который долго был председателем правкома. Он ни разу не добился того, чтобы был такой издан приказ. Хотя вот в трудовом колеце написано об освобождении от работы для переговоров. И наоборот. Вот товарищи Федотов, Тимофей, да они ни одних переговоров не пропустят, чтобы не освободить от работы шесть человек. А когда эти три месяца... А работодатель хорошо знает, что они весь гады будут бастовать. Поэтому пусть не три месяца переговариваются, и четыре. Только по закону больше трёх месяцев нельзя платить за участие в переговорах. Вот эти трое прошли, вот теперь вас трое ещё. Продолжаем. И там бывает девять месяцев ведут переговоры. А вам куда спешить? Вы успеете за девять месяцев собрать большинство за бастовку? Вот я не уверен, что у меня это... Если у кого-то такой есть богатый опыт, что он в РЭС, и большинство получил. Обычного заводского коллектива сейчас особенно. Но значит, кого в переговорную группу? Желательно на этом первом этапе. Самых либерально настроенных по отношению к работодателю. То есть тех, которые говорят, надо просто пойти к нашему хозяину, барину, к отцу родному и с ним хорошо поговорить. Вот выходи злой, и вы злой, и я злой. А вот есть добрый человек, видно просто, что он пойдёт, он так сядет, и так будет с ним разговаривать, и всё решит. Хорошо, давайте его и вот самых друзей работодателя в эту переговорную группу и направить. Так? И эти друзья должны будут что делать? А! Раз в неделю, два часа сидеть на переговорах? А остальное время ходить, ну они освобождены же от своего труда, ходить по всем бригадам и рассказывать, как здорово они переговариваются. А вот будьте сидеть, вот как товарищ Павлов сказал, ну о чём договорились-то вы? Ну вот мы говорили, они нам сказали, нет, ну сказали понятно, ну о чём договорились? Ну что, сразу разве можно договориться? И вот эти самые, вот самое хорошее дело, на эти переговоры пустить самых друзей работодателя, пусть переговариваются. А у вас время идёт, у вас, так сказать, ещё нет никаких требований, ничего, просто вы составили проект, и хотите его выдвигать, как что? Как предложение, вот мы предлагаем такой проект, вот я ему предлагаю, вот хорошо, 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 а что хорошо? Да хорошо, что у меня такого дурацкого протокола нету, проекта, то есть, так вроде всё хорошо, а как только его предлагаешь, как проект, нет, это не берёт, не пойдёт. то есть, вот этот этап, ну вот он может и занять как раз три месяца, но они должны ходить по всем бригадам, чтобы это были не бедельники, которые сидели, пускай вот они докладывают, рассказывают, как их любимые работодатели, как идёт им навстречу, как они переговариваются, как они им всё объясняли, а как объясняют, что это нельзя, нет средств, нет возможностей и так далее. Пойдите в цех и объясните, что нет возможностей ни рабочий день сократить, ни зарплату повысить, ни нормы, ни технику привести в порядок, попробуйте это объяснить, там другой разговор в цехах, вот люди, которые будут, пусть поговорят сначала не с работодателем, а с товарищами своими. И вот три месяца закончилось. Чем оно закончится, мы заранее знаем, кто тут не знает, чем закончится, ничем. Ну, так сказать, поскольку эти переговоры, по итогам переговоров можно как что-нибудь какое-нибудь меморандум написать, да, потому что это же не, так сказать, тут не было никаких требований, поэтому здесь можно сказать, что были полезные переговоры, они позволили лучше узнать позиции сторон и на этом закончить. После этого вот теперь открывается окно или дверь для того, чтобы начать уже эти же самые, этот же самый проект, который должен быть так хорошо сделан, что он теперь можно двигать и дальше, может быть выставлен как требование работников. Требование. Чем отличается требование от того, что обсуждается на переговорах? А то, что значит, если я требую, то у меня есть какие-то средства, которыми я буду добиваться этого, правильно? А не просто так. одно дело я попросил, а другое потребовал. Если мне, если, ведь у нас тут нет несколько человек, которые, так сказать, выставят кого-то там, кто будет здесь кричать, портить, значит, угрожать тем, кто организовал это все, кто комнату эту обеспечивает и условия для работы. Ну вот, если у нас нет таких человек, которые встанут, за шеворот возьмут и вышвырнут, то им нечего и требуют. А значит, когда человек требует, люди требуют, значит, они имеют силу. А в чем сила? Ну, сила тут одна. Значит, вот тут уже сила в том, что иначе мы начнем коллективный трудовой спор. А что такое коллективный трудовой спор? Подумаешь, ну и спорите сколько хотите. Нет, по Трудовому кодексу коллективный трудовой спор, если он не закончится, положительно, и работники не будут удовлетворены, они имеют право начать процедуру подготовки, забастовки. Еще забастовки не будет, процедуру подготовки. Но это все подготовка. Как вы понимаете, первичные вот эти переговоры, это тоже подготовка, что у вас этих людей, которые ноющих, что и так все нам работодатели сделают, надо просто с ним пойти поговорить, вы уже ходили, все говорили. Теперь другая стадия. Мы, значит, выставили его как требование. Опять надо собирать вот там, чтобы не уклонился работодатель от переговоров, нужно за переговоры собрать 50%. За переговоры это не страшно собирать 50%. Их соберут. Ну, можно собрать, потому что никто не боится, что то, чтобы я разговаривал с работодателем. Что тут такого? Здесь самые, так сказать, несмелые люди могут подписать. А вот теперь уже они не просто несмелые, они уже знают, что так просто не идет работодатель. Теперь они могут подписать из-за требований. А если сначала вы придете с этими требованиями, не соберете больше половины. А раз не соберете больше половины, вы не можете, согласно закону, идти на движение требований. Ну, не соберете вы. А раз нет, ну и не будет никакого коллективного трудового спора. А значит, не будет и забастовки, потому что есть этапы организации забастовки, и без коллективного трудового спора, который, скажем, не удался или не решился положительно, нельзя проводить забастовку. Поэтому, поэтому, значит, вот вы начинаете этот процесс выставления требований. Опять надо идти в ЦХ, и надо идти в ЦХ уже с чем? Ну, с решением о том, что, значит, требуется выдвинуть наш проект коллективного договора, вам уже знакомый, в качестве требования к работодателю. А требование одно, принять этот проект, принять, и все. Кто за это? Давайте проголосуем. Проголосовали, протокольчик составьте, и вот теперь вам это понадобится, вот теперь пошло оформление. Очень важно. Что вот этот ЦХ проголосовал, ну, там были кто-то против, но уже они подготовлены, уже три месяца было триндеж по этому поводу, никто ничего не решил, ничего не решается. Давайте требовать, хватит уже болтать, давайте требовать. Вот требование. Во втором, значит, сразу надо задублировать, одно дело протоколы, ну, еще и собрать подписи. Постепенно, потому что, если вдруг вам по протоколам не наберется больше половины, то вы еще будете ходить по ЦХам и добирать. Пока не будет у вас более 50. Ну, конечно, я бы подписывал, предложил подписывать двух экземпляров, чтобы два было документа, потому что кто-нибудь порвет из тех, кто любит работодателя или сам работодатель, возьмет, вырвет и порвет. Что будете делать? Поэтому я вот всегда, когда нужно что-то такое злобное кому-то дать, всегда имею пять экземпляров сейчас, даю, и он порвет, а я ему еще третий, четвертый, ну, потом он остановится. У нас сейчас ксероксы, у нас принтеры, в чем проблема? Нет никаких проблем. Так, надо собрать больше 50% коллектива за эти требования. Тогда считается, значит, что, если работодатель за эти требования проголосована, и дальше вы идете к своему другу родному, тихо, мирно, несете эту бумагу, показывает, и говорите, вот так и так, Иван Иванович, вот, мы-то вот, это, вас любим, уважаем, но вот эти звери цеха, они вот взяли, составили вот это вот, и даже нас заставили подписать. Это ужас вообще, я не знаю, как вы с ними вообще, как вы руководите, но ничего не можем сделать, вот мы вам пришли, может, у нас какие-то переговоры пройдут, и вы сдаете эти бумаги, что должен сделать по закону работодатель. Работодатель по закону должен а, либо принять, у него только два варианта, или не принять, и принять он может двух видов, прямо написать, что я не буду это делать. Ну, может, он сделать и по-другому. Положился на стол и забыл. И тогда, через семь дней, считается, что начался коллективный судовой спор. Законодатель понял, что работодатель может ничего и не писать. Ну, и не пишите, нам это и не надо. Через семь дней, значит, вы опять к нему приходите в гости, как мы поняли, вы не хотите, раз вы эти семь дней пропустили, то давайте, нам надо вот этих семь человек освободить от работы, это вот мы на переговоры направляем с работодателем. Пожалуйста, сделайте приказ, согласно вот этой статье Трудового кодекса. Вот, всякие уклонения от этого, для этого есть прокуратура. Чем занимается прокуратура? Прокуратура осуществляет надзор за полным и точным исполнением законов. Вы приходите там, всякие комплименты прокуратуре, если бы не вы, у нас бы все рассыпалось, на вас все держится, и вот опять вот мы к вам пришли, ну, что такое, все написано в Трудовом кодексе, что надо вот семь дней, и должны освободить участников переговоров и начаться переговоры. Мы за дружбу, за мир, за переговоры, а этот злодей за войну с рабочими, он хочет развязать на войну. Вы хотите на вашей территории, вы в этом районе прокуратура, хотите, чтобы у вас тут война была между рабочими и работодателями? Я говорю, не хочу. Вы помогите, пожалуйста, нам. Больше мы ничего не просим, просто пусть делают по закону. А вы же ведь как раз законники, это делайте. Короче говоря, получили вы, выделили семь человек, эти семь человек не будут ходить и доказывать, что работодатель хороший, он все решит, они будут наоборот приходить и разоблачать всех тех людей, которые думают, что что-то можно еще договориться. Только одно они будут говорить, коллективный трудовой спор. Значит, если семь дней прошло, уже начался, если он промолчал просто, начался коллективный трудовой спор, но вот это требовать, чтобы освободили, иначе вам не организовать забастовку. Вы же все заняты на работе, а надо, чтобы люди ходили и были освобожденными работниками. Как бы, у нас вроде освобожденных нет, так сказать, в партиях коммунистических, а тут вам освобожденные работники прямо по разному кодексу. Красота! Вот они ходят и шуруют, все это делают. Но надо на этом стоять твердо, потому что это норма закона, в суд подать, тащить его, и прокуратуру, и в Рострудоинспекцию, все эти формы применить. Потом его встречать можно перед заводом, когда он приезжает на машине. А что вы это выйдете? Не выполняйте закон и так далее. То есть тут всякие разные могут быть формы. Можете маршировать. Когда маршировать вы можете по заводу? Когда? В обед. В обед. Кушаете пирожки и несете. Значит, соблюдать закон и так далее. Можете ролики делать всякие. Теперь хорошо. Кино можно сделать про тех, кто нарушает буржуазные законы, принятые буржуазным государством. Вы за законность и так далее. Короче говоря, надо добиться того, чтобы начались переговоры. А там эти переговоры такие, что заведомо ясно, что никто там ни о чем, никогда в примирительных комиссиях не договаривается. Ну, они могут за один пункт какой-то там по одному пункту решить, но это не принципиально. Но семь дней надо отсидеть. Семь дней надо отсидеть на примирительной комиссии и по закону можно через три дня после начала примирительной комиссии провести часовую предупредительную забастовку. Значит, что говорит опыт профсоюзной борьбы, не надо на это ловиться, наживку. Потому что народ еще не готов, он еще верит, что все-таки все-таки ну не может же быть, чтобы наш хозяин-барин не согласился с нашими такими хорошими и справедливыми требованиями. Поэтому я не знаю случаев, когда эти предупредительные забастовки проводились, никто их и не проводит. Но право есть. Уже как бы разговор о забастовках уже идет примирительная комиссия, а по закону уже можно провести на четвертый день часовую забастовку. А люди будут час бастовать, а потом задерживаются на второй час и их повольняют на то, чтобы больше часа не выполняли. А вот когда вы дойдете до настоящей запасовки, там сидите хоть сто дней. Это все по закону, там все хорошо. Так, значит, после этого идет, прошли эти, прошла перемирительная комиссия, написали протокол разногласий. Пишется очень просто. Номер по порядку, вот по каждому пункту, о чем вы договаривались, пункт один будет принят не принять. Значит, и объяснение. Вы пишете вот в левой колонке почему надо принять, а они пишут в правой колонке почему не надо принять. От вас подписывается вот товарищ Павлов, от нас подписывается товарищ Голко. И все. И на этом. Раньше было так. Еще не так давно вот этот протокол разногласия является основанием для начала коллективного трудового спора. Потом посмотрел законодатель, а кто такой у нас законодатель? Кто у нас законодатель сегодня? У нас Единая Россия 70% имеет голосов. А лидером кто является Единая Россия? Гражданин Медведев. А он заместителем председателя Совета Безопасности. У него зарплата больше, чем у вас. Я даже у вас не спрашиваю какая. А что спрашивать-то? Намного больше. И вот поэтому на самом деле решил законодатель это убрать. Ну протокол разногласия получили и все. Я скажу вам ничего не удалось. А вы говорите хорошо раз протокол раз переходим к следующему этапу. Там есть этап. Этап после примирительной комиссии идет приглашения посредника. Вот я несколько раз был в качестве кондикаторы посредника. Каждый раз объяснял докера меня дальневосточные просили. Михаил Васильевич мы договорились с этим самым председателем профсоюза докеров. Мы вам все оплатим туда-обратно. Согласитесь быть посредником у нас. Я говорю да вы соглашаетесь я соглашаюсь только я вам объясняю что если вы придете вы и будете доказывать что вот он профессор университета по кафедре экономики и права он профессор но они же не дураки если вы их предлагаете значит это ваши кандидатуры что они дураки соглашаться на это они вам подсунут скажут он хороший он объективный причем посредник не должен быть в коллективе в этом не должен он должен быть со стороны вот просто нашелся такой справедливый человек вот у вас вот вы как раз со стороны справедливый человек вот надо вас поскать пришли вы а эти злодеи говорят нет этого не будем короче говоря ничего не получается и еще не знаю такого случая чтобы где-нибудь нашли потребника но надо написать протокол что обсуждали обсуждали стороны ни одна сторона не согласилась я на вашего не согласился а вы на моего все этот этап прошли бумажный этап следующий этап трудовой арбитраж некоторые думают что это суд не какой-то не суд это опять тройка сидит но в этой тройке есть представитель государства а как вы понимаете это представитель работодателя плюс хотя бывают разные варианты у меня было одно время значит руководитель этой службы как раз дипломником когда я был на кафедре экономики права и он как-то мы с ним хорошо договорились пока он у меня был дипломником и у нас было два голоса за а работодатель только один но как правило как вы понимаете это что такое это треугольник у которого два угла тупых поэтому как вы не крутили поэтому будете вы соглашаться на то чтобы это какой-то арбитраж решал а там так если его решение обязательное по закону это я вам ничего нового не открываю это все написано в трудовом корпусе но многолетний опыт меня убеждает что трудовой кодекс это как раз такая книга которую не читают поэтому или если читают то пропускают кое-какие ключевые моменты короче говоря надо протокол составить и одна сторона пишет что мы не будем выполнять решение трудового арбитража и другая пишет что не будем а тогда он не проводится но если у вас таких бумажек нет вы не соблюдали процедуру бумажки должны у вас лежать обязательно папочка как идет у вас как идет у вас спор спор идет папки складывается она все больше и больше эта папка и так далее после этого как только это закончено значит и ни о чем не договорились вы получаете право на забастовку право и что нужно с этим правом делать готовить забастовку а как ее готовить опять надо собрать больше половины голосов коллектива это уже какой раз мы собираем третий это плохо или хорошо ну опять собирать а вы что собрали 50 хоть раз это такая штука такая редкая штука собрать 50% голосов коллектива вот на третий раз может вы и соберете когда уже народ вы им каждый раз объясняете что работодатель ну раз там такое раз так то мы подпишемся и либо вы собираете собрание либо конференцию но на конференции нужно иметь две трети голосов если это конференция а если собрание большую половину а если это под подписи собираете опять же в двух экземплярах то больше половины голосов собрали все как только но тогда надо собирать за то что а провести забастовку значит если вы напишете забастовка месячная сколько было уже случаев месяц кончается а люди привыкли не работать а они раз и не выйдут на работу на тридцать второй день а их раз и уволят потому что это прогул за прогул вот за этот месяц не уволят а вот за то есть остановить людей которые бастуют это вот как поезд остановить очень тяжело у него такой тормозной путь поэтому не надо думать что если вы забастовку организовываете так она у вас и будет так в руках организована а дальше будет продолжаться и без вас поэтому это очень опасно поэтому какая она должна быть забастовка бессрочная что значит бессрочная да полное выполнение требований permettre требования хорошие на заклад пусть не выполняют тем более не только те которые выполнят они а и другие которые может не выполнят но они позволяют вам держать эту забастовку скоро угодно долго что плохого что вы находитесь забастовочным состоянием Я не знаю, что плохого, хорошее только есть. А в чём хорошее? А у вас есть забастовочный комитет, вы сразу должны подписи собирать, забастовочный комитет в таком-то составе. Но сюда уже нужно включать не таких, которые были на первом этапе любителей своего хозяина, а людей, которые, так сказать, будут грызть его в случае чего. То есть это люди должны быть абсолютно надёжны и совсем не обязательно члены профсоюза. Почему? Потому что, чтобы деньги не стресли из профсоюза, скажут, а это, наверное, работники, это люди сами. И, кстати, во время забастовки появляются люди необыкновенные и решительные, а потом как-то после забастовки пропадают. Вот это факт жизни, как всегда бывает, как и во время войны, и во забастовку, когда поднимается народ, и вы будете действовать. Значит, вам нужна бумага, что… А. Вы, значит, проголосовали за забастовку больше половины. Б. Собрали. Б. Требованием является принятие в редакции работников коллективных договоров. И В. В. Форма забастовки. А форму забастовки надо определить. Что можно рекомендовать? Ну, шесть часов. Работаем, два часа отдыхаем. Каждый день. Ну, тяжел уже работать шесть часов. Это забастовка. Это называется, по определению которой в трудовом кодексе указано, полная или частичная остановка работ. Частичная. Только на два часа в день. Потому что нам нужно два часа для того, чтобы… Лучше организовывать забастовку. Отдыхать, учиться, профсоюзная работа. Ну, потом в семье имейте было делать, чтобы вас потом жена не пилила, чтобы вы там своими забастовочными делами занимаетесь, а дети брошены. А тут наоборот. Забастовка у меня. Папа пришел с работы на два часа раньше. Даже хорошо. Красота. Никак обратно вернуть было докеров очень тяжело. Летом они, обычно они работают по двенадцать часов. Они перерабатывают сверхурочные. Все сверхурочные запретить. Это кто должен запретить? Ну, это забастком должен запретить. Какие сверхурочные? Все. Забастовка. Отдыхаем. Но не все время отдыхаем. Шесть часов работаем. Хорошо. Вот. А хотим больше работать. Но поскольку вы в одной уже заложили в коллективный договор, что у вас шесть часов работает, переход к шестичасовому рабочему дню, то вам уже один пункт в коллективном договоре уже заработал, как только началась забастовка. Она бессрочная, это навсегда уже шесть часов. Но, может быть, ваш забастовочный комитет решит, что шесть – это слишком много. Работать. Пять с половиной. Но для того, чтобы изменить форму забастовки, нужно за три дня уведомить работодателя. Причем ничего не надо уже собирать. То есть, если вот эту демократию всю провести, включая вот эти сборы, подписи и прочее, то потом, когда есть забастовка, он у вас навечно, и, так сказать, его только можно переизбрать опять же, собрав весь большинство коллектива, и он определяет форму забастовки. Он может даже так делать. Вот, скажем, начали вы с того, как записано в решении. Шесть часов, и дальше заканчивается рабочий день. А можно по-другому. Утром на час позже приезжаем, ну чего толкаться там в трамвае, в автобусе. Пусть толкаются те, которые не могут организовывать забастовки. А те, кто могут, и раньше уезжают с работы, и позже приезжают на работу. Что касается, как показывает практика, зельщики, значит, за шесть часов сделают работу, восьми часов получат те же деньги. Не рекомендуем, и я бы не рекомендовал, как консультант российского комитета рабочих, не рекомендовал бы уходить на полную забастовку. Потому что вам зарплату не будут платить. И у вас будет дома забастовка. Причем забастует жена. А это страшное дело. Поэтому, зачем вам это надо? Два часа – это хорошо. Но вы эти два часа можете так распределить. Потом можете иногда, докеры иногда решили погонуть в начальство и говорят, ну хорошо, вы не делайте. Сейчас будет, четыре часа будем не работать. Тебе вздрогнули, конечно, сразу. Там и другие начинаются формы. Во время забастовки кто следит за порядком? Кто-кто? Забастовочный комитет. А как вы будете следить за порядком? Порядок какой должен быть? За порядок и организации производства, охрана, имущества работодателей и работников. А как вы можете охранять? Что для этого нужно сделать забастовочному комитету? Что? Горужину надо создавать. Написано в кодексе, охранять надо. Что, вы так придете? Надо как-то одеться хорошо, и рукавицы такие одеть. Вы владеете? Бой сам водит. Вот, таких набираем. Вот, если кто не владеет, сейчас будем обучать. Товарищи докеры написали генеральному директору, скажем, генеральному директору по режиму. Впрочем, прийти такого числа в линейный отдел милиции на транспорте, где будет обсуждаться вопрос о том, какие формы, с каким единоборством будут учить дружину. А как сделать дружину? А все бригады. Вот это бригада, это целый отряд. Вторая бригада, другой отряд, это третий отряд. Номера им поставить. И они все готовы. Чуть что? Ну, украдут что-нибудь. Контейнер разобьют и дорогой, и утащит. Кто будет отвечать во время забастовки? Кто? Забастовщики. Ну, кто-то. Конкретно забастовочникам идут в тюрьму их. Поэтому дружина зажамы железная, подготовленная. Когда этот Лисин, миллиардер, понял, что что-то тут уже зашло так далеко, что он теряет тут какую-то реальную власть, он стал думать, как отсюда выйти. Тем более, дохер еще написали письмецо, подписанное правком Забастковым, Кутину о том, что просим национализировать порт. Потому что европейские порты, они национализированы. Зачем нам этот частный собственник? Он не понимает вообще задач государства. И не может найти разговор, этот язык с работниками. И после этого и состоялась там встреча. Короче говоря, порекомендовали товарищу пойти навстречу. И вот теперь там нету этого систематически организованного Забасткома. Но я хочу сказать, что вот первый контейнерный терминал, где работает наш товарищ Федотов, самый опытный организатор этих забасовок, там картина такая. Вы, наверное, знаете еще, что профсоюзы слабые, на предприятиях уходят из профсоюза. А там другая ситуация. Там действует коллективный договор, в котором записано, что уволить члена профсоюза нельзя без санкции правкома. В правком входят единый орган, профсоюз докеров и профсоюз работников водного транспорта, работники механизации. Ну, меньшая часть. Они, так сказать, подмахивают все, от чего добиваются профсоюз докеров и за единый выступают. Поэтому, когда встал вопрос, что пришел новый хозяин Global Ports и стал, так сказать, людей выбивать, что надо сокращать коллектив. Всех можно сокращать, только нельзя кого? Членов профсоюза. А у них в коллективном договоре членов профсоюза нельзя уволить без согласия правкома. Правком согласия не дает. Тогда приглашают. Ну, вот вам уже и возраст, наверное, и здоровье. Давайте мы вам даем 4 оклада. Представьте сколько? А темпы 90 тысяч. 409, 360 тысяч на руки получите. Пока погуляете, найдете хорошую работу, не тяжелую, как здесь. Одного, второго, третьего. Короче говоря, администрация работала, торговалась с кем? С нечленами профсоюза. И выполняла такую функцию – убрать всех нечленов профсоюза. Теперь там, значит, на первом катейном терминале на работе только члены профсоюза. Больше таких предприятий нет в стране. Не знаю насчет в мире, может быть, тоже. Вот такая вот картина. Поэтому, насколько у вас это, вот это с точком, оно всегда вам нужно. Вы уже добились 6 часов рабочего дня. Ну, а теперь добивайтесь того, чтобы повременщики тоже получили такую же зарплату. Сейчас несправедливо. Эти же самые сдельщики себе подняли на тот же уровень, который был. А вот повременщики – нет. Нехорошо. Надо одинаковую зарплату. Это уже легче. Ну, и на этом фоне можно продолжать борьбу. А потом никто не меняет вам. Вновь собраться и изменить требования и усилить. Все у меня. Вопросы? Я уже понял, раз вы на меня смотрите, можно сказать осуждающие. Моленцов. Сколько переговоров и в каких организациях идут в настоящее время, помощь которых оказывают специалисты ФРА. Но я хочу сказать, что переговоры, только что закончились в первом контейнерном терминале. О них заключен только-только новый коллективный договор. Вот они обещают нам его принести. Вот мы им все время помогаем. Я консультант первого контейнерного терминала, правкома докера. Вот. А что касается вот других таких организаций, пока еще переговоров я не знаю. Потому что у нас на стадии товарищи. Некоторые рассуждают о забастовках, а другие думают просто так сказать. Еще написали проект и вот сходят с ним. А тут надо вот эту процедуру делать. Сколько и где таких переговоров с участием ФРА состояло в 2020 году? Один, я ответил. Один. То есть вот это проводит, можно сказать, старое поколение. А новое поколение пока еще к этому подходит. На той стороне еще вопрос. На той стороне вопрос. Может ли требованием работников быть политически… Ну, никаких ограничений не дает кодекс. Не дает. Ну, он может вам просто на переговоры сказать. Вы напишите, он скажет, это я не могу. Ну, раз не можете, то мы выйдем на улицу и будем. Да. Во время забастовки вам же никто, и у вас свободно будете, и пойдете там, и будете требовать. А деньги вам идут. А почему? Потому что у нас буржуазия регулирует. Это она же написала закон, все же она будет делать такой закон, чтобы можно было выставлять политические требования. Поэтому так срезались там люди. Что касается, скажем, событий в Беларуси, там не было ни одной забастовки, которая отвечает закону, поэтому там могли всех увольнять. Но, поскольку платили из-за границы, так сказать, в евро, то таких участников, которые выходили с требованием, так сказать, по существу с требованием такого рода, чтобы вместо этого правительства пришло бы такое, которое было бы под управлением Соединенных Штатов Америки. Вот там что было. Такая логика построения забастовки актуальна только для фабрично-заводских рабочих или для всех наемных работников коллективов любого размера. Вот вы, наверное, от моего ответа на вопрос Степана Сергеевича ясно, что на заводах-то это очень трудно построить. А эти все вот... Вот когда мы так поставим вопрос, сразу станет ясно, что никаких там забастовок в вузах не может быть. Потому что вот у нас в вузах такая, мы сидим дома, когда надо прочитать лекцию, мы приходим на работу на два часа или на три часа, четыре часа. Вот если бы мы все вместе и все вдруг пришли бы на работу, вот это было бы страшное дело. Тогда бы удивились, что происходит. А так мы сидим по дому. Какая тут может быть забастовка? Ну это... или медики. Ну они же все медики, слабые, они хорошие люди, они все могут... Ну как они могут забастовать? Там люди умирают, они будут бастовать. Поэтому вот это положение Ленина, которое звучит, что руководителем являются городские, фабричные, заводские, промышленные, рабочие. Ну транспортные. Ну представьте себе, вот город Электротранс, 11 тысяч человек. Вот сколько было уже попыток их сорганизовать. Как вы их сорганизуете? Эти 11 тысяч человек распадаются на двойки. Двойка состоит в том, что водитель трамвая или троллейбуса и кондуктор. Им запрещено разговаривать во время движения, а могут встретиться во время, когда они приедут на кольцо и пойдут в туалет. И все. Поэтому там никакой организации ожидать не приходится. И это такое трудное дело из того, что я вот сегодня рассказывал. Ясно, что это такое трудное дело, что вот транспортники где-то не организовать. Ну если это дальнобольщики, они одни едут, потом остановят, вытрясут из них деньги и заберут какие-то товары и концы года. И сколько таких случаев было? Какая тут организация? Поэтому начинать надо. Как говорится, грибы могут вырасти везде. Но вот боровики в бару лучше растут. Под осинок и под осинами. А могут и под березами вырасти. Но там их можно, конечно, ходить. Но не получишь. Забастовка авиодиспетчеров проходила по такой схеме, как было описано в докладе. Или как-то по-другому. Да, забастовка была не только. И по такой, как описано. Проходил я очень хорошо знакомый. И это рассказывали мне товарищи авиодиспетчеры. Я с ними на эту тему встречался. И поддерживали мы забастовку фонда рабочей академии. Тут, между прочим, рядом. Вот им было предоставлено помещение. И у них была сухая голодовка у диспетчеров. Только на следующей, на улице. Вот. И мы про них писали. И в газете «Народная правда» показали такую картину. Нарисовали, как и генерала, который у них командует, выкидывали из кресла. Его и выкинули в итоге. Но не мы его выкидывали. Мы только нарисовали. Вот. А его выкинули. Но у них другая штука была. Была голодовка. То есть только пьют, не едят. А все авиодиспетчеры должны... Как бы формально это никакая не забастовка. Они приходят на работу. И идут куда? К врачу. Получать допуск к работе. А там смотрят. Что у вас такое? Раз, раз. И десять процентов уже не работает. Тогда, в тех случаях, когда нужно покруче, не только, так сказать, воду употреблять. Не едят. Не едят, приходят на работу. И у них недопуск. Недопуск, значит, все больше и больше. Вот. Но такая была ситуация, когда после могучей такой голодовки, в ходе которой были добыты все, так сказать, выполнены все требования, была договоренность, что не будут преследовать в судебном порядке авиодиспетчеров. И все-таки состоялись два суда. В Новосибирске и рядом с Новосибирском еще в другом городе. И вот председатель Федерального профсоюза авиодиспетчеров, товарищ Ковалев, заявил публично. Хорошо. Значит, принято решение запретить вот этим в двух городах, вот, Новосибирске и Красноярске, голодать. Мы будем переедать. Я вас уверяю. Результат будет тот же самый. Ну, вот съезд стал обеспечивать три торта. И идет, я иду на работу. Идет к врачу. Говорит, говорит, я вас не могу пустить. Как не могу? Вы что? На меня даже надо управлять полетом. Нет, нет, нет. Я за вас должна отвечать. То есть, вот, еще они такой метод применяли. Но поскольку они все, только через врачей. Меня встречает Ковалев. Я им привез сборники материалов Российского комитета рабочих. Он, значит, встретил меня, чтобы меня помочь притащить. И говорит, Михалыч, у нас сегодня Спартакеада. Я говорю, я приехал там, мне интересны все эти дела, как раз связанные с их действиями коллективными. Они рассказывают про Спартакеаду. Я говорю, что вы не понимаете? Говорит, весь профсоюз бежит. Я говорю, что? Ну, как что? Побежит, а потом идет, пять километров пробежит и идет к врачу на работу. А у него... И то же самое. То есть, конечно, изобретательность здесь нужна, безусловно. Потом есть еще такой... Они практиковали такой опыт, как бесконечное профсоюзное собрание. Вот сегодня мы здесь с вами начали, но никто домой не уходит. Позвоните, у вас телефончик есть. Домой не прихожу. Завтра приду. Может, послезавтра. И здесь оставляем. Есть ограничения на время профсоюзного собрания? Нету. Вот у нас будет такая смешанная профсоюзная группа, будем здесь сидеть. Вот. Сидим. Что делать? А что делать? В Ростове. Генерал там тоже командовал этими диспетчерами. Он решил, что надо подать в суд. Подал в суд. Суд принял решение запретить проводить профсоюз. Ну, объясняли как, что они ночью не спят, и это выражает безопасности полетов. Тогда, так сказать, вывел генерал в суде и запретили с 23 часов до 7 утра проводить профсоюзное собрание. Тогда эти, значит, с работы ушли и идут в зал профсоюзное собрание. До 23 часов досидели, идут домой. Утром в 7 часов сидят опять все. То есть, вот, в общем, сняли того генерала. Короче говоря, я тут приезжал к авиадиспетчерам. У них теперь и помещение хорошее, и этого сняли. Генерального, так сказать, директора всей этой системы авиадиспетчера. То есть, если хорошо люди борются, то они выигрывают. Так. Вопросы закончились. Записавшись на выступление? Нет. Поэтому заключительное слово. Значит, я думаю, что мы сделаем с вами хорошее дело, если будем товарищам объяснять, что дело готовки, забастовки очень серьезное. И поэтому надо бастовать только за какой-то хороший комплекс, который тянет на то, чтобы столько времени им заниматься. То есть, чтобы не были пустые какие-то требования. Конечно, нужно будет лучше всего за коллективный договор. Во-первых. Во-вторых, что не надо тут никаких надежд, что это будет быстро. Если за год удастся подготовить забастовку, это хорошо. Потому что вам нужно завоевать больше половины голосов коллектива. Понятно, что в партии у нас нигде нет, чтобы где-то значительная часть коллектива пошла в какую-нибудь коммунистическую партию. Здесь другая задача. Здесь реальные какие-то улучшения для них же. И то все равно нужен такой процесс, который я описывал. нужно делать. И надо помогать это делать. Будем помогать и тогда это пойдет. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Николаевич.